Электротранспорт детям не игрушка, впрочем, и взрослым тоже. Правила пользования средствами индивидуальной мобильности, к которым относится и этот двухколесный транспорт, знают не все. Но тем временем контроль за их исполнением ужесточается. А 30 мая этого года городская дума Твери приняла изменения в документ об утверждении правил благоустройства территории города, рекламентирующие правила езды и парковки двухколесного транспорта. Как и где можно парковать самокат, до какой скорости разгоняться и какие санкции предусмотрены для нарушителей. Об этом мы расскажем в нашем следующем материале выпуска. Электросамокат как средство передвижения по городским улицам пользуется спросом у жителей Твери. В нем есть плюсы. Быстрее, чем пешком, экологично не создает заторы на дорогах. Вот только зачастую, покупая самокат, граждане не знают своего места на большой дороге. Сотрудники ГИБДД разъяснили, кто есть человек на двухколесах. Самокат у нас не является транспортным средством. В этом случае, если он до 250 ватт и скорость движения до 50 км в час, в этом случае водители либо лица управляющие этими самокатами и средствами идеальной мобильности приравнены к пешеходам и должны в полной мере пользоваться правилами дорожного движения для пешеходов. А это значит, что ездить на нем по зебре и по проезжей части нельзя. Можно по тротуарам и велодорожкам, но не более 25 км в час. Зато двухколесные агрегаты мощностью выше 250 ватт и скоростью больше 50 км в час приравниваются к транспорту и требуют водительского удостоверения категории М или А. У нас в городе представлены две компании, организующие аренду электросамокатов. В общей сложности на Тверь приходится чуть больше 200 единиц двухколесной техники. Но и у них есть ограничения. На самокат нельзя под градусом, лицам до 18 лет и нельзя на нем ездить вдвоем. Мы взаимодействуем с сотрудниками ГИБДД, они регулярно передают нам информацию о правонарушителях. А также в городе с каждым днем становится все теплее, туристов больше, людей на центральных улицах больше. Мы регулярно это мониторим, вводим скоростные ограничения, либо же запреты на катание в определенных зонах. Еще есть правила парковки. Кстати, 30 мая Тверская городская дума приняла изменение в документ об утверждении правил благоустройства территории города Твери, который рекламентирует правила парковки двухколесной техники в городе. Для этого организованы специально отведенные места. Нажимаем завершить аренду, фотографируем самокат, что он правильно припаркован, не мешает людям, никому. Нельзя оставлять средства индивидуальной мобильности подарками домов на цветниках, зеленых зонах, в зоне охраняемых инженерных сетей, а также вблизи входных групп зданий и мемориальных комплексов. Операторы кикшеринга совместно с ГИБДД также борются с нарушителями. Мы, естественно, против того, чтобы на обелисках и памятниках памяти оставляли самокаты. Поэтому у нас парковки отодвинуты от них. И, естественно, если люди бросают, мы также устраняем эту проблему. Люди не могут завершить поездку в месте, где они хотят. У них в приложении указаны зоны, и они паркуют самокаты только в определенных зонах. И если прокатчики самокатов через приложение контролируют нарушителей, особо злостных блокируют, то персональных владельцев двухколесных коней тормозить не так-то и просто. Но и они попадают в поль зрения правоохранителей. Стоит отметить, что любой вид транспорта наименее безопасен лишь в том случае, если он используется с соблюдением всех правил. Нарушение их может обернуться большими проблемами со здоровьем, законом или, в лучшем случае, штрафами. Продолжение следует...